Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим сумасшедшие варианты из дедушки всех начал из шашечного дебюта Кол. И в частности рассмотрим партию неоднократного чемпиона мира Александра Шварцмана. Ну а помогать сегодня мне не заплутать в этом, как сказать, лабиринте вариантов будет помогать мастер спорта Иван Смурков. Здорово, Иван. Всем доброго времени суток. Не знаю, насколько он будет помогать, но постарается. Хорошо. Значит, дебют Кол возникает обычно после ходов ЦБ4, допустим, или ЦД4, БА5. И белые ставят так называемый Кол. БЦ5, бой-бой. Допустим, ФГ5. И в этой позиции у белых есть несколько вариантов ответа. БЦ3, ЖФ4 и ЕД4. Мы сегодня рассмотрим вариант ЕД4. В партии Койфман-Шварцман, которого мы сегодня рассмотрим, был такой вариант ЦБ4, ФГ5, ЕД4 именно. Ну и черные. Здесь у черных тоже есть несколько вариантов. Так можно сыграть ДЦ5, можно ЖФ4, можно ЖФ4, можно ЖФ6, как угодно. Но черные сыграли БА5. Ну, естественно, ЖФ4 играть скучно. Снова наша оценка позиций, Ваня. Видишь, у белых по большой дороге 3 шашки, у черных 2. Соответственно, у черных поприятнее. Не, у черных 3 шашки, типа у кого больше, у того их будет вот так вот. Не, не, у черных 2 же шашки, у белых 3. А, 2 там? А, точно, да. Все, понял. Поэтому белые решили разменяться в БЦ5 с отличной позицией. Ну и здесь давайте сперва рассмотрим ход ЖФ4. Да, Ваня? Да, давайте посмотрим ЖФ4. На ход ЖФ4, белая игра от ЖФ4. И, допустим, на ход ЖФ6 здесь возможны 3 хода. Самое лучшее продолжение ФЖ5. А вот ходы ДЕ3 и ФЕ3 это уже ходы неточные. Они дают преимущество черным. Давайте сперва рассмотрим ход ФЖ5. Давай, Ваня, тогда диктуй. Да, ну это один из самых известных таких теоретических вариантов. То есть, тройной размен. Бьем на Ф6, допустим. То есть, побили АЖ3. И вот здесь, ну в теории, допустим, написан ход ФЕ5. Там с разменами. Ну там такая нечаянная позиция просто получается. А, давай я тогда тут ловушку покажу за черных. В чем тут ловушка? Да, давай, если знаешь. ЖФ2, допустим, СД6. Меняемся. И мы не боимся связки с поля Х4. Допустим, на ДЕ3 мы играем именно БЦ7. Точный ход. ЖХ4 мы не боимся. На ЖХ4 мы сыграем СД6. И связки сказываются в пользу черных. Там у них, по крайней мере, не хуже. А если белые, допустим, занимают центр ЖФ4, тогда мы уже играем на бортик. Ну и на ход ЕД4 играем СД6. И вот здесь, в этой позиции, мне даже удалось победить мастера спорта. Ветерана. Не буду говорить кого, ладно. Но уважаемого человека шашистов удалось победить. Правильно здесь, конечно, играть СД2 и на ход АБ6, допустим, ДЕ3. Тогда, допустим, меняемся 2 на 2. Ну и партия стремительно идет к ничьей. Допустим, разменялись. ФЕ7, ДЦ5. ФЕ5, СБ6. ЕФ4, БЦ7. Напали разок, ФЕ3 надо отходить. ФЖ3 напали, ФЕ3 надо отходить. ЖА2. Белые ставят дамку. Пока черным нельзя ставить дамку, надо жертвовать шашку. Допустим, напали, белые отошли. Играем на Ц5 и постепенно достигаем ничьей, не черных. Так, это простые варианты. А вот в этой позиции, вот отмечу правильно играть, ой, СД2. А вот напрашивающий ход БЦ3 уже проигрывает. Ваня, знаешь, как тут выигрывать? Нет. Ого, удивительно. Ну, тогда покажу. БЦ3 проигрывает. Играем АБ6. Ну, пока понятно, да. Ну и, допустим, смотри, на АБ2 уже нападаем ДЦ5. Ну, ФЕ3 не закроешься. Ну, не Циксланги просто. Если ФЕ3, тогда нападаем снова и приходится проводить такой удар. Допустим, БА3, ДЦ5. Ну, тут простой выигрыш. Ваня, простой выигрыш. Ну, да, ФЖ5 отдал, но я же 3, да. Да, и наивыгоднейшая позиция, да. Просто. То есть, после ДЦ5 приходится меняться, ДЕ5. Тут тоже простой выигрыш. Какой ход напрашивается? АБ4? АБ4, да, грозим сыграть БЦ3. А, допустим, на ФЕ3 уже играем ФЖ7. Ну, допустим, ЦД2. Тут все форсировано. БА3 напали. Надо отходить БЦ3. Все связалось. Ну, ЦД4 бесполезно. Там в дамки пойдем АБ2 приходится жертвовать, допустим, ЕД6, ЕД4, ЕД6, ДЕ3. И вот тут надо точный ход сделать. Ваня? Это я должен его сделать. Да, тоже попробую. Точный ход. Может быть, ЖД6 пойти просто? Да, именно он выигрывает. На ФЖ5, ДЕ5, ЕВ4, ЕВ5. То есть на ФЖ5 проводим вот такой разменный удар по затылку. Ну, и дальше все как по нотам. ДЦ5, ДЕ7, ЦД4, АБ4 еще точный ход. Ну, и после ЦБ6 уже ломимся в дамки АБ2, БС7. Поставили дамку. Ну, если белые поставят просто дамку, там никаких проблем нет. Они еще жертвуют шашку, нападают, допустим. Отходить нельзя, иначе белые зайдут в люпки, поэтому закрываемся. На БС7, здесь я такой выигрыш нашел. Уходим на Ж7. Ну, допустим, белые, если нападают, тогда уже это, повели шашку. Видите, в люпки тут уже бесполезно залазить. Просто ловим дамку. С выигрышем. Если же белые в этой позиции нападают с поля А7, тогда, ну, как тут, я не знаю. Ну, просто отошли, наверное. Ну, тут уже понятно все. Да, тут просто. А если, допустим, на поле Ц5, ой, на поле Ф4, ну, тут, наверное, просто на поле Ф6 сыграем. Тоже простой выигрыш. Шашки пошли. Да, существуют такие варианты, получается. Да, вернемся куда? К ходу Ф7, да? Да, в этой позиции, то есть, можно играть ФЖ5, а можно, ой, ФЕ5, а можно сыграть ФЖ7. А, еще вкратце покажу ход ФЖ5. Вот это уже ход не очень хороший, потому что белые играют ЖФ2. Тут в чем идея, видите? Размен ЖФ4 плох. За черных. Допустим, меняемся, да, таким образом. Тут у белых форсированный выигрыш. Понятно? Ну, я не знаю, на этом какой-нибудь ФЦ5, может? Не, зачем? БЦ3 просто. И на любой ход ФЕ3, и все. Тут все просто. А, ну, ладно, ладно. Да, это можно найти. А мы сегодня рассмотрим, значит, ход ФЖ7, да, правильно? В чем тут идея? Если мне удается такую позицию сыграть, я вот предпочитаю ФЖ7, чтобы сбить немножко с теории. Ну, допустим, правильно. Давай я за белых буду, допустим, ДЕ3, так. Ну, да, ЖФ6 и ЖФ4, там, ну, и нормальная позиция у белых. Вот, ну, сейчас тут останавливаться не будем. А, тут, кстати, я хочу показать ловушку за белых. То есть, допустим, на ход СБ6 уже играют белые ЖФ2, и на размен ФЖ5 можно сыграть ФЖ3. И на напрашивающийся ход ДЕ7 играем БЦ3. И видите, ход БЦ7 здесь за черных невозможен из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Можете промотать видео сразу, если вы ее видите. Ха-ха-ха. Да. То есть так, так, и побили. Выигрышем. Так, да, вот, получается, ну, после хода ЖФ4 у белых все в порядке. Вот, вернемся чуть назад. Да, там черным надо играть аккуратно. Все вот это построение за черных, ну, вот, с ходом ФЖ7 и ЖФ6 рассчитано на ход ЖФ4. Этот ход не проигрывает, конечно, но после этого есть ряд ловушек интересных. ФЖ5 играем. Ну, допустим, ЖФ2. А тут два хода, СД2 и ЖФ2. Какой сперва? Ну, там мы СД2 там покажем в варианте ЖФ2, я думаю. Нормально будет ЖФ2. Нет, давай сперва СД2. Потому что мы там так разбирали. СД2. Ну, без разницы, какая разница. То есть, СД6 все равно покажем, что ЖФ2 проигрывает. И вот ЖФ2 тут проигрывает. Это первая ловушка, да. То есть, из-за хода ДС7. Наверняка многим известна эта позиция, но... Вот. В своеобразном Цуксванге находятся белые. Вроде центр, хорошая позиция, но вот, допустим, на ход ФЖ3, да, ЖХ4 просто нападаем. И надо куда-то высказываться, а ходить некуда. Вот. Собственно, в этом вся ловушка и заключается. На БЦ3 просто шашка выигрывает. Просто забираем шашку, постепенно выигрывают черные. Так, а если, допустим, в этой позиции играют ФЕ5? Ну, то же самое, допустим. Ну, не то же самое, то есть, забираем шашку, СД6. Ну, и после БА3 поменяемся БЦ5 вперед. Ну, и в дальнейшем АЖ5, там же Ф4 занимаем. И здесь решает марш шашки А6 на Ф4. Именно таким образом, да. Да, допустим, ЖФ2, ЖФ4, ну, и потом ЕФ6, и дамки пойдем потихоньку. Так. Такие дела. Вот. Значит, ход, получается, ЖФ2 тут проигрывает. Ну, в принципе, СД2 играть не очень хорошо. То есть, вместо... Тут еще есть ничья, как бы, СД3. Ну, кстати, будем показывать ее дамки. Давай покажем вкратце. Все-таки ничья есть. Да, вроде кажется, что тоже ДЦ7. Ну, и вроде как ходов особо не добавилось. А тут белые спокойно вот продолжают АБ2 играть. Мы вроде нападаем. СД6. Сбили-сбили. БЦ7 подходим. ФЕ5. Разменялись СД6. Ну, выигрыш не за горами, но не тут-то было. ЖФ2. Вроде размен ЖФ4. А тут просто ФЕ3. И, ну, допустим, мы отошли ЕФЖ3. Здесь белые могут просто ничью сделать. Ну, ЕФ4, да, единственная ничья. Вот. В дальнейшем могут просто тут пойти там. Ну, вот ДЕ3, допустим. ДЕ7. ДЦ7, да, ДЦ7. Тут можно ЕД4 ничья, а можно отдать еще две шашки ЦБ4. ЕД4 и зайти ЦД6. Такое издевательство. С изяществом ничья, да. Да, изящное. Да. Ну, черные еще продолжают пытаться выиграть, допустим. Давай покажу до конца, да. ЖФ4, АВ6, АВ7. АВ7, АВ5. Поставили на Ф2 дамку. АВ4 на Е1. АВ3 на Ц3 напали ничья. И захватили большую дорогу с ничьей, да. Вот так уж, кому заняться нечем, можно такую ничью сделать. Все-таки есть ничья, да. Но тяжелая, да, как вы видели сами. Ну, в целом, да, ЦД2 ход такой себе не очень. То есть, БЦ3 еще ведет ничья, а вот ЖФ2 уже 0. Ладно. Да, вот здесь. Мы разобрали ход ЦД2 в этой позиции. Давайте теперь разберем ход ЖФ2. Так, ЖФ2. Ой, не здесь. С первой ФЖ5, вот здесь ЖФ2. Да, здесь ЖФ2 сразу. Опять-таки играем ЦБ6. Ну, как один из возможных вариантов. Опять ЦД2 проигрывает, мы уже посмотрели это. Белым лучше всего сыграть ФЖ3. И черные меняются ходом ЕД6. Вторая ловушка, да. И ставят еще одну позиционную ловушку, да. Хочется, ну так, на первый взгляд связать ЖФ4. Ну, в дальнейшем саде там ФЕ5, шашку от ЕС и так далее. А тут на самом деле АБ4 ходят черные и просто выигрывают во всех вариантах. Ну, допустим, покажем, ну, скажем... Ну, ФЕ5 нельзя, да, первая, это БЦ3. Выигрывается шашка. И с лишней шашкой приятно играть. Вот. Если, допустим, белая не ФЕ5, а БА3, да, тогда меняемся БЦ5. Бьем на С5, ну и на любой ход ЦД4. Допустим, АБ2, ЦД4 сыграли. Вот. Так, если побить сюда, тогда снова с лишней шашкой. Да, просто шашка выигрывается. А если сюда, допустим, побили, тогда на Ф2. Ну, допустим, белые еще пытаются прорваться. Просто отдали шашку на Ж1 поставили. Тут без шансов, да. А если белые сами ЕД4 вот в той позиции поменяются. Наверное, тоже стоит показать, да. Вот вместо АБ2 сами меняются ЕД4. Тогда бьем Ж5 на Е3. И после боя на Б6, ну, проще всего, я думаю, выиграть ходом БЦ3. Ну, на Ф2 бить бесполезно. Просто ставим рожон. Тут никаких шансов нет. Да, сюда. Ну и на Б6 тоже БЦ3. Ну и в дальнейшем на Ф3. БЦ3, да. И на ЦБ2, видите, просто отходим. И удары не проходят. Не показать. Да, покажу, что удары не проходят. Да, да, удары по своим воротам. То есть, черные здесь выигрывают все равно. А если меняются, допустим, просто идем в замки. Так, так, так. Так, откинули разок и напали с выигрышем. Тут ничего сложного. Ну, а все-таки, как правильно играть, Ваня, в этой позиции? Да, здесь же А4 ход уже плохой, проигрывает. Подожди, покажи красненький. Так. Да, надо играть ФЕ5 здесь, вместо ЖА4. Нападение такое активное. Ну, да, с равной игрой. Может дальше там не показывать уже. Так, вроде все показали. Ну, в этом варианте все. Осталось еще штук 50. Так. Так, мы рассмотрели в этой позиции размен ФЖ5 и ФЖ3. Тройной деколон наш любимый. Но в этой позиции у белых есть тоже несколько вариантов игры. Ход ДЕ3 здесь плох. Тогда играем ЦБ6. Ну и, допустим, на ход ФЕ5 уже играем ФЖ5. То есть, видите, на ход ЦД2 здесь уже у черных будет большое преимущество. ЕД6 меняемся. Выиграли шашку. Приходится ее отыгрывать ФЖ3. Ну, тогда черные меняются БЦ5. Ну, и здесь какие-то есть еще сложные ничьи. Мы с Иваном сейчас посмотрели варианты. Но, в целом, защитить позицию за белых очень тяжело. У черных здесь огромное преимущество. А второй возможный вариант. Это если не играть ЦД2, а, допустим, сыграть ЕД6. Давай, Иван, тоже здесь расскажи тогда варианты. Да, если ЕД6, тогда, ну, вот, похоже на тот вариант, как он называется, тоже меняемся ЖФ4 назад. Искала, да. Да, искала тот вариант. Ну, то есть, БЦ3 играют белые. В ДЦ7 мы нападаем. Временная жертва шашки от белых. ФЖ3, ну, вынужденная. И ЕД2. Вот, и если, допустим, сыграть АЖ7, то АБ2 и сводится к теории. Там уже выигрыша не будет. Будет преимущество, но не выигранное. Да, вот такая вот теория. Ну, допустим, да, БЦ5 или АЖ5 может было пойти тоже. Да, тут, конечно, преимущество у черных, но выигрыша нет. А здесь есть выигрыш. Вместо хода АЖ7, да, можно сыграть именно ФЖ7. Ну, не можно, а нужно даже. И во всех вариантах здесь белые проигрывают. Ну, допустим, ну, да и три хода нет, понятно. Удар ЕД6 простой. Какие там еще ходы есть? То есть у черных и так шашка лишняя была. Тут уже две лишние шашки. А, ну, самое тяжелое сопротивление это же Ф2, да, самое такое? Нет, давай сперва АБ2 покажем. А, ну, АБ2, да. На АБ2 у нас, друзья, лишняя шашка, поэтому мы ее смело жертвуем обратно и выигрываем за счет центра. Видите, шашка Ф4, она здесь коловая. Белые здесь ее не могут разменять, поэтому здесь постепенно черные побеждают. Соответственно, и на ход GH4 то же самое будет, тот же самый размен. То есть разменялись, побили, побили. Ну, как тут? Ну, центр вообще все выиграно, да. Да, это анализ как раз ленинградского мастера Рома. А еще интересный вариант я нашел здесь. Ход GF2, ну, уже компьютерный вариант. И на ход HG5, единственный, здесь белые уже проводят комбинацию, максимальное сопротивление. CB4. Ну, на самом деле, без разницы, как бить. А на Е1 или Е на Е1. Белая игра от GH4. И тут правильно побить на С3. Дамкой пока бить нельзя. Теперь белые играют CB2. И здесь единственный бой. Надо бить только шашкой. Ой, прошу прощения, только дамкой. Шашкой бить нельзя. Здесь будет даже проигрыш. Бьем поэтому дамкой аккуратно. Белые бьют дамку и 3 шашки. И затем черные бьют на поле Е5. И в этой позиции все-таки у черных выигрыш есть. То есть, белые играют на F4 дамкой, ограничивают черных по двойнику. Тогда откидываем дамку ходом BC7 и рвемся в дамки. То есть, в чем идея у нас тут? Мы проводим сперва первую дамку. Затем проводим вторую дамку. И видите, тут еще петля будет. То есть, нападение, допустим, дамки белых с поля G1 невозможно, потому что петля. Видите, D3. Ну и черные здесь постепенно выигрывают. Ладно, не будем тут углубляться в детали. Тут выиграешь. Кстати, Иван, я тут еще один вариант нашел прикольный. Смотри. Если в этой позиции белые, допустим, не рвутся в дамки, да? Ой, шашкой F4 не рвутся вперед. А, допустим, просто играют, ну не знаю, CD2. Тут тоже прикольный вариант. Тогда FG5, BC3, BC7. BC7 именно, да. Да, и на АБ2 тут, смотри, единственный вариант на выигрыш играть... Такой, да, CD6. И EF6. Нет. Не EF6. Почему нет? EF6 тут ничего не даст. Как ничего не даст? Именно FG7. EF6 выигрывает. Почему нет? Слушай, а EF6 как выигрывает? Ну ладно, может EF7 тоже выигрывает. Но EF6 типа, ну куда ходить? Если FG5, то FG7. И бьем вперед, потом шашка забирается. А если играть HG3, тогда DE7, GH2, HG7 тоже выиграны. Ну, по крайней мере, я такое всегда знал. Может быть, конечно, что-то новое нашлось. Так, а, и тут выигрыш, да, получается? Приходится. Да, здесь выигрыш. Так. Ну и тут просто сюда и сюда. Не, ну, я думаю, что FG7, тем более, если ты проверял с программой, наверное, тоже выигрывает. Слушай, а... Не, а там нету выигрыша, я вот смотрел. FG7. Там шансов на выигрыш. Да. А EF6 она почему-то не видит. Ну, может быть, программа что-то новая. Может быть, тут все-таки есть ничья какая-то? Ну, по крайней мере, я всегда знал, что вот так вот EF6 выигрывается. То есть, ну, так уже, как мы сыграем G4. Домашнее задание. Да, вот мне, кстати, интересно стало. А, тут, может быть, смотри, на FG5 какая-то жертва есть, вот. Ой, не, подожди. Не, здесь тоже точно ничего нету. Тоже ничего нету, да. Ну, может, раньше где-то там. Ну, ладно. Ну, ладно, зрителям домашнее задание. Подожди, а на FG5, значит? На FG7 вперед. FG7, а, вперед именно? Ага. Так, и ударов тут нету, да? Да, вроде не предвидится. Так, а если FG3? FG3, ну, FG5 могу. Ну, так, между делом. Ага. Ну, ладно, зрителям тогда оставим домашнее задание. Все-таки. EF6, да, выигрывает. Нет, мне вот самому интересно стало. Я потому что часто путаю, вот, позиции в кале тоже. Да. Значит, рассмотрели ход DE3 плох. Еще рассмотрим ход FE3. Это тоже плохой ход. Здесь снова Иван показывает. Да, здесь на стриме, ну, когда-то очень давно мы уже показывали этот вариант, но повторим. Значит, FE3, FG5 и GF2. Белый надо так играть, чтобы сбить с теоретических путей известных. Тогда лучше всего черным сразу поменяться ED6. Ну, то есть мы не даем поменяться на G3 назад. Да. Самая главная идея. Сначала покажем, как белые могут проиграть или ничего. Давай, наверное, проиграть. Подожди, тут возможны у белых три хода. Значит, Bc3 проигрывает. FE5 на грани поражения, скорее всего, белые тоже проиграют. И правильный ход здесь только FG3. Давай начнем с Bc3. Это уже твои разработки. Давай, показывай. Да, давайте с Bc3. Тогда меняемся Dc5. Показывай без Bc3. Тогда Dc5 меняемся. Ну, идея простая, прорыва в дамке AB4, CD4. FE5 хода нет, опять-таки, из-за простого. Ну, вот здесь вот, да, может, стоит показать. Для начинающих AB4 и CB6. Это важный прием. И грозит FG3 и CD4 с прорывом в дамке. Да, допустим, вот такой ход. Выигрываем. Поэтому ход CD4 единственный. Соответственно, CD4 единственный. Мы Bc7, ничего не меняется. Стоим, ждем. Да, теперь FE5 уже единственный ход. Другого нету из-за CD4 угрозы. И здесь важный ход AB4 надо сделать. Только он ведет к победе, хочу обратить внимание. Ну, AB2 особо другого у белых нету. И теперь уже D7. И во всех вариантах здесь у белых выигрыш. Ну, покажем... Ой, у черных выигрыш. Ну, покажем, допустим, один кончик. EF6, скажем, да, ED6. Отходим. Белые шашку проигрывать не хотят. Отыгрывать. Ну, и здесь четкий ход HG5. С двух сторон так зажимаем белых. Ну, и занимаем весь центр просто D5. Ну, тут ладно, без комментариев просто покажу. Но возможные варианты здесь черные побеждают за счет центра. Еще тут в этой позиции, кроме ED6, возможен ход Bc3. Ну, тогда уже здесь сами выигрыш найдите. Мы здесь с Иваном уже показывали вам идею выигрыша. Сиграем сюда. Ну, и на ход CB2. Ты еще говорил, ладно. Еще CB6, да. Вообще такой мощный удар получается. Тут у вас Олег не захотелось дать CB6. Надо максимально деморализовать. Так, разобрались. Bc3 проигрывает, друзья. Да, ну, покажем, наверное. FG5 тоже на грани поражения. Да, ну, FG5 там, наверное, ничего особо интересного. Нет, тут интересно, смотри. Есть, да, что-то. HG7. Ладно, тут я уже покажу. То есть, на ход Bc3, вот этот ход уже окончательно проигрывает. Играем CD6. И видите, начинаем охват позиции белых. То есть, у белых очень ослаблен правый фланг. Позиция, видите, неравномерно шашки расположены. Левый фланг перегружен. На правом, наоборот, две шашки. У черных шашки равномерно стоят. И за счет этого они побеждают. Ну, тут примерный вариант HG7, ой, HG3, допустим, Dc7. Если GH4, тогда HGF6. И на ход AB2 выигрывает очень красивый ход. Иван, найди. Я уже находил, вроде. Нет, это я тебе не показывал. AB2 здесь. Как ходить? Так. Может быть. Не знаю. Показывай. Ну, хочу обратить ваше внимание, что CB6 ведет лишь к ничьей. Неожиданный удар Dc5. И как ни бей, везде у белых есть ничья. А выиграл именно ход AB6. Здесь уже никаких ударов нет. Ну, и все быстро заканчивается. Допустим, BA3, Dc5. И все. Выиграли черные. То есть, вот неожиданный ход AB6 надо запомнить. Если же белая игра GF4. Ну, здесь вообще все просто. AB2. GF6, AB2. CB6. Здесь уже именно колоночку строим. И на BA3, Dc5. Fe5, допустим, напали разок. Разменялись назад. Ну, все. Видите. Вот эта колоночка, она держит сразу же. Четыре шашки белых. Четыре шашки черных держат шесть шашек белых. Поэтому белым остается только сдаться. Простой выигрыш. А все-таки ничья в этой позиции еще была. Сумасшедшая. Тяжелейшая. Но ничья. BA3. Единственный ход. Тогда играем DE7. И грозим выиграть шашку E5. Поэтому единственный ход у белых DC3. Приходится меняться назад. Шашку выигрывать бесполезно. Там будут ничейные позиции. Меняемся назад. Здесь у черных снова огромное преимущество. Потому что, видите, опять перекос у белых по флангам. Ну, такой примерный вариант покажу. HG3, допустим. HG3. CD6. Ну, уже H4 нападать бесполезно. Поэтому белые еще пытаются занять центр GF4. Тогда отходим на бортик. И здесь у белых есть два варианта. CD2 и DE5. Оказывается, DE5 уже красиво проигрывает напрашивающийся ход. То есть, хотим разгрузить как-то свой левый фланг. Но здесь проигрыш. Закрываемся. BC7. Ну, здесь возможны два варианта. На ход CD4. Проводим размен 2 на 2. И черные очень красиво выигрывают во всех вариантах. Этюдный выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти самостоятельно выигрыши в всех вариантах. Выигрыш далеко не очевидный. Играем CB6. То есть, видите, не даем сыграть DE5 из-за простого AB4. И у белых есть три варианта ответа. AB2, EF4 и HG3. Давайте рассмотрим их все. Если белый играет AB2, тогда играем ED6. И видите, на ход HG3 грозит комбинация DE5 и AB4. Ну и черные легко победят. Поэтому здесь уже единственный ход у белых BC3. Тогда связываем шашки белых в центре. И здесь черные легко побеждают. HG3, FG7. На GH4 играем на F6. Приходится жертвовать. И на EF4 меняемся вперед. Ну и на FG5 можно FG5 сыграть. Можно так сыграть. Здесь, видите, белые не успевают провести свою шашку G5 в дамке, потому что им мешает своя же шашка на E7. Черные здесь проводят три шашки в дамке. Затем строят боевую позицию и побеждают. Кто не знает, как побеждать с помощью боевой позиции, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Тут выигрыш. Соответственно, если белые в этой позиции играют не GH4, а, допустим, GF4, тогда снова играем GF6. Ну и на ход Fe5 уже играем на бортик. Приходится меняться. Лучшего нет. Ну и здесь простой выигрыш. Меняемся Cb4 и бьем именно на F6. На B2 бить не надо. Там возможны проблемы в окончании. Есть в определенных вариантах там даже у белых ничья. Поэтому бьем только на F6. Ну и здесь все просто. Fe3, Аb6. EF4, Bc5. Белым можно сдаться. Так, рассмотрели. Первый вариант на ход CD2. Мы рассмотрели ход CD4 здесь. Так, подожди. Мы не все варианты рассмотрели, да? Ваня. Не знаю. Подожди. Тут же так, так, CD4. Значит, мы первый ход только рассмотрели. Аb2. В общем и целом ты все показал. Не, не, не. Тут прикольные варианты. Смотри. Еще возможен ход HG3. И тут... Ну, кстати, и ED6 выигрывает. Но мы рассмотрели ход EF6. То есть в чем идея? На ход GH4 мы проводим удар. Fe5 и Аb4. Ну и тут все быстро заканчивается. FG5. Ставим дамку. И выигрываем. Так, 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 так. Как Пауло Мачадо говорит. Во! Во! Аки Пауло. Аки Пауло, да? Да, вот выигрываем тут все. А как ходить? То есть на Аb2. Тут снова удар, видите? Fe5 и Аb4. А, ну еще один нюанс туда на EF4. На EF4 вот тут очень важный нюанс. Важно запомнить. Да. Мы, кстати, тут с Иваном тоже лоханулись. В итоге только компьютер нашел ничего. Простой как бы. Но он не простой. Не простой. БЦ5 вроде меняемся вперед и не даем Аb2 из-за Fe5, да? Кажется, что выигрывает Eab4 и Fe5. Но, оказывается, один ход ведет к ничьей. Не, вообще хочется сыграть Аb4 в этой позиции. А это только ничья. Неожиданно. Аb2. Кажется, что тоже выигрыш, да. Fe7. Ну, кажется, ну все, выигрыш тут. То есть на FG5 мы меняемся. Ну и все. Позиция 3 на 3 в нашу пользу. Выигрыш. Но не тут-то было. Шашки поэтому очень сложная игра. Что даже, вот видите, в простейших вроде позициях 4 на 4 столько вариантов. Как говорится, черт ногу сломит. Белые жертвуют шашку и играют Fe5. И выясняется, что это только ничья. А выигрыш был в этой позиции. Нам было пожертвовать шашку Fe5. Трудно находимый ход, да. И вот здесь уже убедитесь сами. Белые, несмотря на отсутствие шашки, легко побеждают во всех вариантах. Так. Какой еще вариант? Значит, рассмотреть. Так. А, на ход ЕF4. Вот последний вариант. Играем ЕF6. Ну и на HG3 снова вот эта позиция сводится. То есть, видите, Аb2 нельзя. Потому что это Е5. А на так снова выигрывает Fe5. Поэтому приходится в этой позиции, допустим, играть Fe5. Но здесь и Bc5 можно выиграть. Мне больше FG7 нравится. То есть, грозим сыграть Bc5, выиграть шашку. А на размен бьем именно F на D4. Проводим вот такой мини-ударчик с выигрышем. Так, вроде все показал. Ладно. То есть, в этой позиции надо играть... А, cd4 проигрывает. И вот cd2 здесь тоже проигрывает. Здесь тоже надо запомнить механизм выигрыша. Он далеко не очевидный. Играем dc5 именно. И на ход cd4 надо играть не cb6, а именно ab6. Шашка c7 нам преградится. Ну и если ab2 просто FG7, bc3, ed6. Все, зажали полностью. Тут, как говорится, у белых некуда прилично пойти. Если же dc3, тогда играем FG7. Белые максимально сопротивляются. Проводят комбинацию. Ef6 или ed6. Тут без разницы. Везде выиграно. Покажу при ef6 ab4 и ef4. Бьют, допустим, на d8. Играем cd6. Ну и на ход дамкой на f6 играем dc5. Допустим, fg7, hg3. На h6 сыграли. На f2 играем. Ну и постепенно побеждаем. Тут у белых ничей нет. То есть на c1, если тогда на e5. Ну и если обратно возвратились, просто cd4 сыграли. И выиграли. Так. А где же все-таки ничья, спросите вы? А ничья была тяжелейшая. Именно cd2 в этой позиции надо играть. d5 проигрывает. Покажу. Это проигрыш. Мы детально рассмотрели. А вот здесь выигрыша нет. ab6. ab4. Трудно находимый ход. И на ход ef6 белым надо сделать снова единственный ход. f5. Ну и здесь уже ничью уже вполне возможно найти. То есть d3. Белые жертвуют шашку. b7, ef4. Выигрываем шашку. Но выигрыша нет. То есть на ход cd4 тут бесполезно. На b4 будет. dc5. Ничья. А если меняться, то белые первые успевают занять большую дорогу. f5, hg3, ef6, gf2, fg7. Ставим дамку на e1. Да, ставить дамку пока нельзя. То есть видите, если сюда поставить, она будет тут же поймана. Понятно. Если поставить на f8, тогда она ловится таким образом. Незаметный ударчик. То есть в цейтноте можно попасться. Ну, белым достаточно было просто отдать шашку и поставить дамку по большой дороге. Здесь ничья. Так, рассмотрели варианты, связанные с ходом fe5. Как видите, белые на грани поражения находятся. Ну и давай, Иван, показывай тогда ход fg3. Наиболее правильный вариант. Да, покажу в ходе fg3, наверное, самый интересный вариант. Чтобы видео совсем затянутым не получилось. Вот, разменялись. Играем ab6. Ну, то есть нападать, естественно, сразу нельзя из-за комбинации. Избили на e1. Такая идея. Поэтому белые играют bc3. Мы нападаем же h4, ab2. Разменялись назад. Черным надо как-то немножко связывать центр белых, чтобы не развернулись. Белые dc5, да. Ну и, допустим, здесь можно после хода fe5 ничего сделать. Но покажу вот вариант после d5 отхода. Именно. Вот, если белый отходит d5, есть... Интересная идея. Мы играем hg7. Здесь первая такая небольшая ловушка hg3 проигрывает из-за хода cd4. Вот, тоже мы это показывали уже когда-то давно. Покажем еще раз. Ну и куда-нибудь подождали. Там b7, допустим. И провели комбинацию. Если же белые не ловятся на этот удар, играют d3, тогда нападаем cb4. Крокодил не ловится. Не растет кокос. Да, что ж такое-то. Вот cb4. И белые меняются e4. Уже такой уже сильный кулак в центре. И черные здесь могут сделать такой прикольный ход ab4. Белые нападают ba3. Кажется, что белые выигрывают. Да, черные как будто вообще какую-то фигню сделали, но... ba7 и d7. Невозмутимо так продолжаем играть без шашки. Без шашки, да. Допустим, hg3. Просто меняемся назад gf6. И грозим напасть cd6. Ну, здесь проще всего fg5 белым пойти. И все-таки ничья. И cd6 здесь уже плохо играть из-за присоски gf6. Поэтому приходится играть ef6. Ну, и тут постепенно ничья. Не будем углубляться в варианты. Еще единственное хочу сказать, что... Если белые в этой позиции играют gh4, а черные играют cd6, здесь спасают только hg5. Здесь вот еще ничья у белых есть. А вот ход fg5 даже проигрывает. То есть, допустим, разменялись-разменялись. Черные просто меняются. И должны в этой позиции победить. Белые не успевают пройти в замке. Так, вроде все показали, да? Я надеюсь. То есть, мы разобрали ход d e3. Плохо играть так. Fe3 только что разобрали. Ну, и вначале показали ход fg5. Но в партии, которую мы сегодня хотим разобрать, все-таки было немножко по-другому. Черные, видимо, опасались, что на ход gh4 белые сыграют gf4. И на ход gf6 убьют игру с помощью вот этого размена fg5. Поэтому Александр Шварцман, чемпион мира, здесь сыграл ef6. Партия. Ну, тогда он еще не был чемпионом мира. Он сыграл ef6. Интересный ход. И в этой позиции возможен такой примерный вариант. Допустим, d e3. Белые ставят колоночку. И хотят разменяться на поле b6. Естественно, мы этого не даем. Закрываемся cb6. И на ход bc3 здесь черные делают сумасшедший ход fe7. То есть кажется, что ход не суразный. Но на самом деле в этом варианте у черных есть интересные планы игры. Есть возможность победить белых. Это самое главное. Белые, допустим, играют e d2. Тогда уходим на бортик gh4. И белые строят колоночку. gf4. Грозят разменяться на поле g5. Естественно, здесь им этого делать нельзя давать. И мы закрываемся сами fg5. Допустим, ab2 dc7. И в этой позиции белые сыграли b3. Ход, наверное, не сильнейший. В этой позиции просился ход hg3. Ну и далее возможен такой интересный вариант. Допустим, gf6, fe5. Разгружают белые свой фланг. И черным надо меняться cd6. Допустим, бьем на g7 белые. И черные бьют назад. Белые меняются. b3, бой, бой. И черным надо защитить свою шашку g5. Потому что грозит gf4. А g7, gf4. На gf4, значит, проводим комбинацию под названием лестница. Играем gf6. И меняемся вот таким образом. fe5. Бой, бой. Загоняем вторую шашку белых дамки. И тут же их ловим обе. И видите, черные шашки как будто поднимаются по лестнице. Поэтому и название данная комбинация получила лестница. Ну и тут ничья. Поэтому белые здесь, если нападают, то комбинация. Но можно сыграть сильнее. cb2. Тогда уже приходится закрываться gf6. И на ход gf4 играть bc7. Белые продолжают давить. fe5. Приходится меняться cd6. И белые здесь еще давят. de5. Очень сильный ход. И здесь спасают только вот такой нестандартный прием. Который полезно запомнить. dc7. Единственный ход. Но нападать сейчас бесполезно белым. Поэтому белые подкидывают шашку. cb6. И нападают. Вот здесь ничью сделать не так просто. Есть единственная ничья. Сперва возвращаем лишнюю шашку. cd6. А затем играем cb4. Грозим сыграть b3. Поэтому приходится нападать. И здесь мы ловим дамку белых. fe7. Бой. 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 И черные постепенно достигают ничьей. То есть у черных в принципе. Была ничья. При сильнейшем варианте. В ходе белых. fg3. Но это наверное здесь сильнейший вариант. Но белые в партии сыграли b3. Тогда уже играем gf6. И грозим разменяться назад с хорошей позицией. Поэтому белые препятствуют этому плану. Играют fe5. Мы играем gf4. У белых два боя. Можно побить назад. Можно побить вперед. Давайте рассмотрим оба. Если белые бьют назад. Тогда здесь возможны прикольные варианты. Проводим комбинацию. fe5. Бьем на b2. И ловим дамку белых. Ну здесь dc3. Шашку отдавать хуже. Там у черных будет преимущество. Поэтому надо меняться лучше здесь. Таким образом. ed4. И черные здесь могут поставить дамку. И белые могут поймать ее тут же. ef4. И партия закончится в ничьей. Как например было в партии Саидян-Фазылов. Из чемпионата СССР 1982 года. Можно так играть за белых. Но может после постановки дамки. Здесь можно сыграть и сильнее. Играем dc3. Ну и в этой позиции возможно две ловушки. Сперва покажу ловушку за белых. Белых потом ловушку за черных. То есть видите дамка черных ограничена. В некоторых вариантах здесь белые даже могут победить. Например проигрывает ход hg5. Белые играют cb2. Ну и на любой ход здесь уже выиграешь. Допустим hg7. Играем d5. Допустим на b7 просто разминиваем дамку. У белых видите остается лишняя шашка и они побеждают. Поэтому ход hg5 здесь проигрывает. Важно запомнить. Играем вместо hg5 hg7. И здесь уже возможно ловушка за черных. На ход cb2. Играем bc7. И здесь уже проигрывает hg5. Очень красиво. Ивану поставил. Он нашел. Так что можете тоже поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за черных. Делаем сумасшедший ход. Аb4. Видите на а5 бить бесполезно. Потому что побьют черные 3 шашки и выигрывают. Поэтому приходится бить на c5. Тогда черные проводят удар. cd6. gf6. И бьют сразу же 3 шашки. Белые еще сопротивляются. Допустим подкидывают bc3. И рвутся в дамки. Здесь простой выигрыш. Просто играем дамкой на e5. И выигрываем. А ничья в этом варианте все таки такая. Играем вместо hg3 ef4. Допустим cd6. Аb4. gf6. dc5. fg5. Бой-бой. Ну и партия заканчивается ничьей. На постановку дамки. Куда угодно. На d8. На f8. Играем ed2. И бьем именно шашкой. На c3. Ну и партия заканчивается ничьей. Такие прикольные варианты. Для цитнота вполне возможно и за белых играть. И за черных. То есть ловить своего оппонента на эти две ловушки. Ну а в партии после хода gf4. Белые побили не назад, а побили вперед. На g7. Тогда черные бьют назад на f8. Бой-бой. И в этой позиции возможны интересные варианты. Сперва рассмотрим партию. Койфман, Шварцман. А потом покажу варианты, которые удалось найти мне. Допустим, cb2. Видите, на ход, допустим, hg3. Ну на любой ход, кроме cb2, грозила комбинация. Fe5. Бой-бой. И дамка белых ловится. Черные побеждают. Поэтому ход cb2 здесь единственный. Тогда играем fg5. Ну и допустим, такой примерный вариант. hg3, gh4. gf4, hg7. Ну и в партии. Койфман ошибся. Он сыграл fe5. Этот ход, похоже, проигрывает. Черные проводят план окружения. cd6 и бьют именно назад. Очень тонкий план игры. Ну и допустим, на ход d3 уже играем gf6. gf4, bc7. И грозим напасть cd6. Ну и здесь возможны два хода за белых. ab4 и fg5. На fg5 черные провели блестящую комбинацию. Предлагаю вам поставить видео на паузу и найти ее самостоятельно. Очень красивая штучка. После fg5 нападаем cd6. Приходится закрываться ab4. Тогда играем fe5. Затем пропускаем белых дамки. И бьем именно на f6. Белые бьют две шашки, другого нет. Ну и черные очень красиво побеждают. Именно так и было в партии. Хочу отметить, что в этой позиции, кроме хода fg5, возможен ход ab4. Но черные здесь тоже заготовили красивый вариант. И тоже здесь побеждают. Играем cd6. Видите, грозит комбинация. d5, ab6. Поэтому белые закрываются. b3. Тогда меняемся. fe5. Допустим, белые бьют на e7. Тогда на d6 бьем. И белые бьют на d4. Здесь также поставьте позицию на паузу. И попытайтесь найти красивый выигрыш за черных. Есть, кстати, тут ложный след. Белые здесь даже могут победить, если черные сыграют не точно. Правильно играть. ab6. А вот после хода hg3, возможно, ловушка за белых. То есть белая игра dc5. И здесь все-таки выигрывает ход d5 именно. Здесь черные еще могут победить. А вот ход d7 здесь неожиданно проигрывает. Из-за комбинации. То есть белая игра cd4. Затем ставят дамку на h2. Ну и легко выигрывается. Таким образом. Так что в партии, друзья, будьте внимательны до конца. А наиболее красивый выигрыш возможен после хода не hg3, а именно ab6. Тогда приходится играть gf2. И здесь ход d7 ведет лишь к ничьей. Напрашивающийся ход. А выигрывает неожиданно dc7. Тогда приходится играть fe3. hg3. Белые меняются. И черные жертвуют шашку. И игра cd6. И выясняется, что несмотря на лишнюю шашку, за счет связки левого фланга белых, у них ничьей нет. То есть приходится жертвовать шашку обратно. И пытаться как-то прорваться в дамки. Тогда здесь четкий выигрыш. Ставим дамку на e1. Но d6 идти нельзя из-за bc5. Приходится играть ef6. Тогда нападаем. Надо отходить. И ставим шашку на поле c5. На f8 дамку не поставишь. Она будет тут же поймана. Поэтому приходится ставить дамку на d8. А тут четкий выигрыш. Играем дамкой на e5. И видите, на любой ход дамкой белых ловим их в петлю. И побеждаем. Поэтому в этой позиции приходится белым жертвовать шашку. Черные проводят три дамки. И легко побеждают с помощью треугольника Петрова. Кто еще не знает, как строить треугольник Петрова, ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Ну, надеюсь, все уже знают. Так. А самое интересное, друзья, все-таки было вот в этом варианте. Смотрите. Белым не надо было играть fe5. А надо было сыграть именно a b4. Вот здесь уже у белых очень большие шансы на выигрыш. Давайте переверну доску. Буду показывать варианты за белых. Сильнейший вариант здесь за черных меняться. e d6. Вот здесь черные еще могут сделать ничью. То есть, видите, грозит комбинация dc5. Грозит комбинация bc5 и bc7. Кажется, что у белых плохо. Но на самом деле здесь белые даже давят. Подкидываем шашку bc5 и нападаем. После хода gf6 возвращаем ее. Ну и кажется, что у черных здесь лучше. То есть, они играют fe5 и, кажется, вроде белые без шашки. Но не тут-то было. Белые бьют неожиданно на f6. Жертвуют шашку. И смело идут в дамки. Выясняется, что несмотря на то, что у черных две лишние шашки, сделать ничью им ничего не так просто. То есть, на ход dc3 ставим дамку. И отходить, видите, нельзя. Потому что она будет тут же поймана. Не, наверное, вот таким образом, да, лучше. Вот таким образом, да, поймал. То есть, приходится подкидывать шашку hg3. Другого нет. Присоска. Да, белые бьют вперед. Приходится играть cd2. Мы идем в дамки fg5. Допустим, поставили на c1, gh6. Допустим, увели на поле a3. И белые здесь еще владеют преимуществом. Ну, допустим, сыграли на a1. Черные на f8. И белые здесь давят. То есть, они рано или поздно проведут три шашки в дамке. Белым здесь, черным надо здесь заботиться о ничьей. Довольно-таки тяжелая позиция для черных. Особенно в цейтноте. Это сильнейший вариант игры за черных, друзья. Обратите внимание. А если в этой позиции черные не меняются ed6, допустим, играют gh6. Спокойно, да? Здесь они могут даже проиграть. Играем fe3. Допустим, на ход fg7 играем gf2. Теперь на ход cd6 выигрывает неожиданный ход ba3. То есть, видите, на ход gf6. Белые меняются fg5. И удар fe5 здесь не проходит за черных. Например, побили на d8, побили на b2, побили на a1. Ну и как бы черные не били, они здесь проигрывают. То есть, если бить, допустим, на g3, идти в дамке, делаем выжидательный ход. И белые ловят дамку черных с выигрышем. Если же в этой позиции черные не играют fe5, а играют de5, здесь вообще сумасшедшая идея, которую мне удалось найти с помощью компьютерной программы TOSHA. Очень красивый выигрыш. Неожиданный ход de3. Надо играть ef4. И здесь снова неожиданный ход cd6. Присоска. У черных три варианта ответа, но все они проигрывают. Ну, понятно, что на a6 бить совсем скучно. Белые легко выиграют. Поэтому, так, если бить, допустим, на поле c5, тогда здесь у белых тоже легкий выигрыш. Бьем на e7, черные бьют на d2. Бьем на d6, черные бьют на b4 и бьем на c5. Тут проблем нет с реализацией. Ну, и, наконец, сильнейшее сопротивление за черных бить на d2. Тогда белые бьют на f8 и грозят выиграть еще шашку f6. Черные сопротивляются, ставят дамку и отыгрывают шашку. Тогда уводим дамку на h6. Ну, и здесь компьютер показывает, что у белых выигрыш у всех вариантов. То есть, в чем тут суть? Ну, допустим, черные меняются, как-то пытаются дать больше пространства своей дамке. Тогда ставим дамку вторую. И тут идея такая. Белые переводят дамки на двойник. Вниз, допустим, на поля g1 и h2. И затем проводят шашку d4 в дамке. Примерный план игры такой. Здесь везде выигрыш. Так, и еще рассмотрим несколько планов игры за черных в этой позиции. Если черные вместо cd6 играют gf6, тогда здесь уже выигрывает только ход fe5. Ну, и у черных есть три варианта ответа. Ed6, cd6, fg5 и hg5. Давайте рассмотрим их все. Ed6 здесь проигрывает элементарно из-за комбинации. Ну, допустим, побили на g7. Потом на e7. Ну, и тут можно dc5. Можно, допустим, d5. Таким образом победить. Как угодно тут. Тут очень много выигрышей. Это понятно. Так, на ход fg5 здесь выигрыш сложнее намного. Играем ef6. Грозим выиграть шашку. Поэтому черным приходится прорываться gf4. Бой, бой, бой. Пусть им напали, отошли. gh2, ef4. В чем тут суть? На ход hg3 проводим комбинацию. de3, бой, бой. Побили, побили. Здесь у белых легкий выигрыш. Если черные ставят дамку на g1. Ну, здесь тоже примерный выигрыш такой. Играем de3. И нападать бесполезно. Потому что дамка черных будет тут же поймана. Ну, допустим, черные жертвуют шашку. И здесь уже нападают. Ну, здесь тоже выигрыш несложный. Ставим дамку на f8. Черным приходится бить 3 шашки. И мы тут же эту дамочку ловим. То есть тут главное поймать дамку. Бьем на c1. И видите, нельзя идти в дамки. Потому что дамка будет тут же поймана. Черные проиграют. Если же меняться таким образом, тогда белые меняются сами. Ну, и легко побеждают. То есть, на так. Так. С выигрышем. Так. Разобрали ход. fg5. Значит, на ход cd6 белые бьют на g7. И затем играют еf4. Связки здесь все-таки всегда в пользу белых. Вкусим, fg7, de3, gf6. И здесь выигрывает ход b3. Именно так. Но здесь проблем нет. То есть, на bc7 просто разменялись fg3. И черным приходится сдаться. А на ход fe5. Побили, побили. Ну, тут вообще никаких проблем. Просто нападаем. С поля a5. И выигрываем. Можно с f6 напасть. Тоже там выигрыш есть. Так. Разобрали ход cd6. Еще есть ход hg5. Тогда побили. И разменялись. Черные еще надеются на ничью. Но здесь тоже белые выигрывают. Допустим, de3, f6. И здесь выигрывает единственный ход. b3. Ну, самое серьезное сопротивление. Это играть hg7. И на ход ef4, hg6. И здесь снова надо сделать единственный ход. Иван, попробуй найти выигрыш. Так, ну, наверное... Ты еще не уснул? Да, я где-то тут, да. Я бы уснул уже. Может быть, fg3 пойти. Да, единственный ход. Трудно находим. Вот что, сайф и 5. Но там лишь ничья. И на ход fg5 уже играем fe5. Тут еще, кстати, есть жертва cd6. Вот такой эншпиль. Такой эншпиль, да. Но тут тоже сопротивление еще у черных. Да. А на ход gh4 играем gf4. Ну, и приходится жертвовать. Тут тоже у белых выигрыш постепенно. То есть проводим две шашки в дамке и выигрываем. Тяжелые эншпили я, ладно, тут не буду разбирать. Короче, везде тут у белых выигрыш. Ну, и последний вариант на сегодня. Ладно, уже все устали. На ход b3, если черный меняется fe5. Тоже очень красивый вариант. После всех разменов выясняется, что белые без шашки. Но на самом деле здесь выигрыш у белых. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Он очень нестандартный и очень красивый. Если еще силы остались, конечно. Если еще силы остались, да. Неожиданно выясняется, что fe7 не ведет к выигрышу. Надо играть только ef4. И на ход cd6 здесь белые проводят вот такой неожиданный план. fg5. Сейчас, как бы черные ни играли, неважно. Допустим, а b6. Мы проводим удар cb2. Вот именно за счет этой идеи и держится позиция белых. Даже не просто держатся, они здесь побеждают. Загоняем черных дамки и тут же их ловим. И побеждаем. Вот такие пироги. Я думаю, они вам понравятся. Очень красивые варианты были найдены мной. Были показаны из партии чемпиона мира Александра Шварцмана. Ну и, конечно, тоже, друзья, оцените анализ Ивана Смуркова. Тоже очень красивые, неожиданные варианты. Спасибо. Всем спасибо за просмотр. Так что, если понравилось видео, я думаю, оно не может не понравиться, обязательно ставьте лайк. Поддержите наше с Иваном творчество. И подписывайтесь на канал. До новых встреч. В пятницу, друзья, будет большой стрим. Международный гроссмейстер Евгений Кондриченко будет показывать красивые позиции гроссмейстера Зиновия Цирика, неоднократного чемпиона СССР по русским шашкам. Так что не пропустите. Иван Смурков будет решать некоторые позиции с КМС Кристиной Ваньковой. Правильно сказал? Да, будем пытаться решать точнее. Евгений будет не все, конечно, позиции, некоторые просто будут показывать, потому что сложность позиции там просто зашкаливает. Ладно, всем до свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Продолжение следует...